Здравствуйте! На этой неделе прошла очередная сессия Народного Хурала. Основным вопросом на повестке дня значилось принятие бюджета Республики на следующий год. Однако нам показалось, что не всем депутатам эта повестка была интересна. Этот ролик был опубликован на некоторых сайтах. Тогда комментаторам показалось, что мы наговариваем на наших народных избранников. Сюжетик мелок и ни о чем. Хоть и не испытываю симпатии к этим никченым персонажам, но в данном случае АТВ лажанулась. После выборов депутаты уже не думают об избирателях, поскольку они уже заплатили за голоса. Партийные депутаты и подавно как-то так. И что в видео не так? Рабочий процесс, точнее перерыв, на котором можно лямку от сумки почистить. Хочу вас огорчить, уважаемые комментаторы, но во время записи этого видео сессия была в самом разгаре. Сейчас мы вам покажем некоторые отрывки из того ролика без купюр. Обратите внимание на звук. Действительно бюджет очень тяжелый. Поэтому как расходовать будем, я попросил членов правительства очень серьезно подойти и использовать эти средства, которые буквально по фроку мы нашли и этот бюджет приняли. Вот еще несколько депутатов что-то горячо обсуждают. Размеры условий, порядок возмещения данных расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки, определенные законом Республики Бурятия. Или вот еще. Наша основа это экономика и в этой части. В общем экономика экономикой, а телефоны и сумки для наших народных избранников гораздо важнее. Мэр и сити-менеджер нашего города попали в медиарейтинг Сибирского федерального округа за ноябрь 2014 года. Правда список возглавляет глава города Новосибирска Анатолий Локоть. Его медиа индекс составляет более 3000 единиц. У нашего Александра Галкова скромные 62 единицы. Рейтинг главы УЛАНДФ 50, а сити-менеджера в тысячу раз меньше главы Новосибирска. Рейтинги растут. Вопрос, когда в городе будет жизнь комфортная? Не будет пробок, будут парки, места в детсадах? Отметим, что чем выше значение медиа индекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ. Кстати, у сити-менеджера Евгения Пронькинова значение медиа индекса чуть больше трех. Видимо, на позитивные публикации о сити-менеджере в бюджете города средств не предусмотрено. И продолжаем про рейтинги. В конце года каждый старается составить свой. Так и на сайте Инвпол недавно началось голосование за самых красивых людей Бурятии. Правда, у посетителей сайта конкурс вызвал неоднозначные эмоции. Конкурс на потеху публики. Извините, это бред какой-то. Большинство кандидатов бесконечно далеки от всего этого. Голосуя за крайнюю певицу и этого актера. Как его? Ну, вы поняли. Вроде статус «Красивые люди Бурятии», а все участники городские. Забыли посмотреть через забор? Как бы то ни было, но пользуясь своим служебным положением, я приглашаю телезрителей проголосовать за ведущих нашего телеканала Сергея Никонова и Юлию Пермякову. На сегодня это все. Пишите и дискутируйте. До следующей недели.